В этом году выход на каникулы для школьников проходит поэтапно. С 15 мая завершатся занятия у учащихся с 1 по 5 класс, с 22 мая с 5 по 8 классы, а с 29 мая у 10-ти классников. Выпускники 9 и 11 классов окончат обучение 5 июня. Несмотря на завершение занятий, для учеников начальных классов по желанию предусмотрены дополнительные уроки. Для наших учащихся начальных школ, учащихся 1 и 4 классов, учебный год завершился по учебным предметам, но если у наших родителей есть желание и не обратились с заявлением в образовательное учреждение, в котором обучается их ребенок, на сегодняшний день для этих деток может быть организованы дополнительные занятия в рамках внеурочной деятельности, которая осуществлялась в течение всего учебного года. Но это я подчеркиваю еще только по заявлению родителей, по желанию ребенка, это те дополнительные занятия по дополнительным предметам, которые они рассматривают. Может быть, это изучение истории края. Ну, то есть в зависимости от того, какие кружки посещал ребенок, те занятия внеурочной деятельности будут организованы для ребенка. Дополнительные занятия для учащихся начальных классов в рамках неурочной деятельности продлятся до 1 июня. Ситуация с карантином в этом году внесла изменения в процедуру оценки знаний выпускников 9 классов. В этом году министерством образования принято решение, что 9-ти классники не сдают основной государственный экзамен, а получают аттестаты на основании итоговых оценок за год, которые они получили, заканчивая основную школу. Поэтому 5-го числа они заканчивают учебный год. У нас будет время на то, чтобы выписать эти аттестаты, и детям эти аттестаты будут вручены на основании оценок, которые выставлены в году, и итоговой оценки, которая заработана в течение обучения в средней школе. Сроки проведения ЕГЭ на сегодняшний день пока не установлены, но подготовка к нему ведется в штатном режиме. Три пункта уже оснащены всем необходимым для сдачи единого госэкзамена.